С 1 апреля станут больше пенсии по гособеспечению, среди них социальные. Изменения коснутся почти 4 миллионов российских пенсионеров. Прежде всего это ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие космонавты, люди, пострадавшие в результате войн, ликвидаторы техногенных и радиационных катастроф. После повышения средняя социальная пенсия станет чуть больше 9 тысяч рублей, а пенсия по инвалидности 13,5 тысяч рублей. В Пенсионном фонде России уточняют, если получатель пенсии по гособеспечению работает, это никак не отразится на ее индексации. Выплачивать материнский капитал без заявлений начнут с 15 апреля, но для этого нужна регистрация ребенка в ЗАГСе. Затем его данные передадут в Пенсионный фонд. Там и будут назначать маткапитал. Правда нововведения не касаются приемных родителей. С 1 апреля россияне могут оценить качество медицинской помощи на едином портале госуслуг в личном кабинете «Мое здоровье». Также там можно будет посмотреть информацию о выписанных рецептах, протоколы врачебных приемов, данные из медицинской карты, узнать сведения о прикреплении к медицинской организации. Эксперимент по оценке качества медобслуживания продлится до конца этого года. Госдума упростила прохождение техосмотра. Например, отложила обязательную фотофиксацию процесса. Также для автомобилей, которые находятся в эксплуатации меньше 4 лет, прохождение техосмотра не обязательно. Если срок от 4 до 10 лет, то каждые 2 года. Машины старше 10 лет – ежегодно. Тарифы на социально значимые почтовые услуги остались прежними. Это касается писем и простых бандеролей. Остальные услуги по пересылке внутренней письменной корреспонденции выросли с 1 апреля примерно на 5,5%. Владислав Кириенко, Новости.